Добрый вечер, уважаемые участники. Мы подключаем Оксану Олейник, ведущую сегодняшнего вебинара, эмоциональный интеллект ребенка. Оксана Олейник, детский семейный психолог, арт-терапевт. И мы начнем буквально через минуту-две сейчас. Технический вопрос. Мы включаем спикера. Добрый вечер. Мы с вами начинаем наш вебинар, который называется «Эмоциональный интеллект». Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно, насколько видно изображение. Хорошо, мы начнем с вами с такого вступительного шеринга, с того, что мы с вами немножко познакомимся, поскольку наш вебинар рассчитан и на родителей, и на психологов профессиональных. Поэтому я хочу, чтобы, пока я буду представляться, тоже немного о себе рассказали, написали, откуда вы, может быть, чем вам интересен этот вебинар, чем интересна эта тема, чтобы мы могли его как-то более целенаправленно развивать, эту тему. И, может быть, я расставлю определенные акценты, почему именно эта тема вас интересует. Если вы родители, можно написать возраст своих деток, потому что на разных этапах разные задачи стоят перед развитием эмоционального интеллекта. Я имею в виду разные возраста, они подразумевают под собой разного рода задачи и техники. Поэтому напишите, если вы родители какого возраста у вас детки, если вы психологи, чем интересен этот вебинар, и, может быть, если вы педагог. Это тоже имеет значение, потому что я много проводила тренингов и в школах, и с учителями, и с детьми, поэтому я смогла тоже поделиться с вами таким практическим опытом. Хорошо, меня зовут Оксана Оленик, я детский семейный психотерапевт. Мой практический опыт уже более 10 лет. Я работаю как практический психолог. Также я уже около трех лет обучаю студентов в УЗИ. Я обучаю по детской семейной психотерапии, веду такие курсы обучающие. Я имею в виду практический опыт работы как с семьями, с детьми. Также я веду очень много программ тренинговых для родителей, для подростков. Веду много выездных программ, когда мы имеем возможность увидеть какую-то проблематику, погружаемся в неё благодаря тому, что это определённое другое место, это тренинговый формат в других городах, где все съезжаются. Мы разбираемся с какой-то темой, проживаем её. Также я тренер больших компаний. Я сотрудничаю со многими большими компаниями, для которых интересна и тема эмоционального интеллекта, и тема детской возрастной психологии, и тема психотерапии. Я уже вижу, что у нас появляются ответы. Очень приятно. Андреа, педагоги, психологи. Здорово. У нас такая профессиональная среда с вами образовывается пока что, насколько я вижу то, что пишут. Хорошо. Тогда, да, психологи. Здорово. Тогда я буду смотреть так, чтобы более с такой точки зрения практической, психотерапевтической рассматривать эту тему. Итак, структура вебинара и что мы с вами изучим, что мы с вами исследуем сегодня, это будут определённые темы. То есть, во-первых, мы с вами узнаем, как можно определить уровень эмоционального интеллекта, как его диагностировать. Вот, также мы с вами рассмотрим, как развивается у ребёнка эмоциональный интеллект, что помогает формированию эмоционального интеллекта, как формируются, наоборот, какие-то проблемы, да, в развитии эмоционально-волевой сферы. Также, как родители могут помогать и способствовать развитию эмоционального интеллекта. Также, как педагоги, психологи могут, да, способствовать развитию эмоционального интеллекта. И зачем вообще, что такое эмоциональный интеллект, как он влияет на качество жизни у ребёнка, у взрослого, да, и как он проявляется в разных сферах жизни, и как он связан с личной компетенцией и социальной компетенцией. Вот. Это такие наши, краткий обзор нашего вебинара. Также я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому можно писать вопросы, можно их писать и во время того, как я буду рассказывать, да, я уже буду смотреть, если этот вопрос касается темы, которую я раскрываю, я смогу его раскрыть в этот момент. Если нет, то попозже. Вот. Также в процессе вебинара у нас будет с вами практика, поэтому можно подготовить заранее листик, бумаги А4 и, может быть, какую-то ручку, да, потому что нужно будет сделать практическое задание, достаточно интересное и ёмкое, поэтому можно на него настроиться. Хорошо. Двигаемся дальше. Так, мы с вами рассмотрели, что мы с вами будем изучать. Двигаемся дальше. Так, что такое эмоциональный интеллект? Вот здесь можно увидеть на слайде первом описание, что это я зачитала, а потом поясню, да, что эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Что это означает? Это означает, что эмоциональный интеллект, он имеет определённые ступени в своём формировании, что первая ступень, как мы видим, это базовая, то есть это вообще распознавать и осознавать, да, что со мной происходит, что я чувствую в данный момент. Например, я злюсь, я грущу, я расстроен, я испугался, я удивлён, мне очень интересно, я в ожидании, у меня есть какая-то тревога, я в восторге. То есть это первая ступень в таком определении, что такое эмоциональный интеллект. И эта первая ступень очень важна, потому что так бывает, ну, многие из вас психологи уже знают. Нет, пока предыдущий, нужен слайд. Да, нужно вернуть предыдущий слайд, чтобы я могла его рассказать. Вот, многие из вас знают, что есть люди, которые могут смеяться, да, а в душе им будет очень грустно или плохо. То есть это такая психологическая защита, когда человек улыбается, смеётся, а внутри него происходит какой-то ураган, да. И другой человек, который с ним общается, он понимает, что на самом-то деле что-то не так, этот человек как будто бы обманывает. То есть из-за того, что у нас у всех есть зеркальные нейроны, мы чувствуем, мы всегда чувствуем, что другой человек, ну, что-то не договаривает, или не честен с собой, или не конгруентен, да, как модно это слово сейчас, конгруентность в психотерапии. Это означает, что другой человек может и сам не осознавать, что внутри него происходит вот такая эмоциональная буря, он улыбается, да. То есть он может быть делать, это его такая привычка, делать вид, что всё хорошо, внутри него происходить какая-то там эмоциональная буря, злость, раздражение или тревогу. Вот, поэтому первая ступень это как раз про то, чтобы вообще просто определить, что со мной сейчас происходит. Да, то есть какое я чувство чувствую сейчас и почему, почему, да. И это важно, потому что следующая ступень невозможна без этой первой ступени. И когда мы определили, уже это осознали, да, что с нами происходит, вот сейчас я злюсь, то следующая ступень это как раз про то, чтобы, вот видите, понимать намерение, да, то есть распознать и понимать намерение. То есть это означает, что это сейчас со мной, например, чувство злости, потому что у меня было там намерение, да, чтобы что? Например, чтобы донести какую-то свою мысль, а меня перебили в этот момент. И, соответственно, моё намерение не реализовалось, потому что у меня было намерение как раз, да, формировать свою мысль, свою идею, и меня перебили. Поэтому моё намерение не оправдалось. И следующий этап – это понимание, мотивация, желание других людей, своих собственных. То есть как это построено? Если я понимаю, что я чувствую, да, что в данный момент я чувствую там раздражение или тревогу, то, соответственно, мой уровень эмоционального интеллекта такой, что я буду понимать, что чувствует у другой человек. То есть для меня это знакомые чувства, для меня это проявленные чувства. У меня есть с ними контакты, поэтому я буду легко чувствовать, что чувствует другой человек. То есть это вот такой мостик. Сначала я осознаю, что я чувствую потом. Следующий этап – я понимаю, почему я испытываю эти чувства. То есть у нас такая связь чувств и когницию, то есть знаний наших, наших потребностей. Следующий мостик – мне тогда легко распознать, что чувствует другой человек. И следующий этап – это уже такой самый высокий уровень в эмоциональном интеллекте. Это когда мы понимаем, что сейчас мы можем управлять другими людьми. Потому что когда мы чувствуем, что с ними происходит, мы знаем, что сказать, какую проявить нашу эмоцию в ответ. То есть если человек очень возбуждён, то нам нужно сейчас спокойно с ним поговорить, чтобы его успокоить. То есть самые сильные лидеры на самом деле в жизни – это те люди, у которых хороший высокий эмоциональный интеллект. То есть это успешные тренера, это успешные руководители компаний, это успешные преподаватели, то есть это успешные политики. Это те люди, у которых, как правило, достаточно высокий эмоциональный интеллект. Они могут управлять массами, потому что они в контакте с тем, что с ними происходит. Ну, если это в таком здоровом формате, потому что бывают манипуляции, конечно. Но манипуляции тоже построены на том, что у человека достаточно высокий уровень эмоционального интеллекта. Хорошо. В идеале это всё нам необходимо, потому что это нам помогает, как решать какие-то задачи практически, как мы видим в этом объяснении. Так нам это помогает и в том, чтобы улучшать качество жизни. То есть чем лучше эмоциональный интеллект, чем выше, вернее, тем качество жизни наше может быть лучше. Почему? Потому что когда мы понимаем, что сейчас нам плохо, потому что там не удовлетворена наша какая-то потребность, и у нас тогда приходит ощущение, а как же её удовлетворить? То есть у нас уже появляется мотивация к действию. И когда мы её удовлетворяем, у нас приходит, соответственно, такая как бы радость, потому что мы её удовлетворили. А это всё взаимосвязано с тем, насколько мы осознаём свои чувства, свои переживания, и насколько мы в контакте с ними. Вот. Это, если коротко, что такое эмоциональный интеллект. Двигаемся дальше. Итак, как же понять, какой уровень эмоционального интеллекта? Если вы поищите в Гугле, то вы поймёте, что тестов, которые определяют уровень эмоционального интеллекта, как у детей, так и у взрослых, очень много сейчас. Их постоянно изобретают. Вот если Айзнек-тест IQ, да, он как бы признан во всём мире и считается одним из основных тестов определения интеллекта, то тестов по эмоциональному интеллекту очень много. Почему? Потому что эта тема, во-первых, очень активно развивается. Во-вторых, недавно, а сносительно недавно, да, учёные нашли такую способность нашего мозга – это зеркальные нейроны. Что это означает? Это случился такой огромный переворот и в нейробиологии, и в нейропсихологии, и в практической психологии, благодаря этому открытию, которое говорит о том, что теперь наши клетки могут восстанавливаться, и могут развиваться. Если раньше считалось, что вот всё, что ты там выучил до 25 лет – это всё, это весь твой сундук знаний на всю жизнь, то после этого открытия оказалось, что мы можем обучаться, мы можем развивать свой интеллект и дальше в любом возрасте благодаря этим зеркальным нейронам. И более того, эмоциональный интеллект ещё более подвержён развитию, чем интеллект наш. Поэтому эмоциональный интеллект можно развивать всю жизнь, и можно расширять его, развивать, делать его гибче, и все свойства эмоционального интеллекта, которые я перечислю, их можно развивать всю жизнь. Так вот, как определить уровень эмоционального интеллекта, если совсем упростить, чтобы было понятно, как его определять. Представьте, что человек, который способен, во-первых, осознавать свои эмоции, во-вторых, проживать их, в-третьих, не залипать в них, есть такое слово «залипать» в каких-то состояниях, эмоциях. Это человек, который умеет, чувствует, осознаёт, он как такой пропускной канал, то есть человек, через которого проходит многое состояние, которое он проживает, он их не прячет внутри себя, не блокирует, не зажимает. Понятно, что это всё бессознательно. Или сам себя не наказывает за то, что «Ай, плохо злиться? Ай-яй-яй, нельзя злиться, надо держать злость в себе». Или бояться? Нет, нельзя бояться, бояться только трусы, нельзя бояться. То есть вот этот человек, у которого будет низкий эмоциональный интеллект, он не будет себе позволять проживать разные эмоции, не будет себе позволять чувствовать разные состояния. Какие-то будут, а какие-то нет, потому что есть такое понятие, как «привнесённое». Это на самом деле не соответствует науке, психологии, что есть плохие чувства или хорошие. Мы знаем, что все чувства, они нужны, потому что у каждого чувства есть своя задача. Как у страха может быть такое, как бы сковывающее чувство, и не даёт нам двигаться. На другой стороне это наш здоровый инстинкт самосохранения, который подсказывает, когда лучше не стоит рисковать. Также у каждого чувства есть своя вторая сторона. Но если у человека сформировались какие-то программы, которые ему говорят, что вот это чувство хорошее, его можно переживать, а вот это чувство плохое, то тогда он начинает избирательно что-то переживать, а что-то отсекать. И, соответственно, это влияет на то, что эмоциональный интеллект у такого человека низкий, если мы говорим языком эмоционального интеллекта. А высокий эмоциональный интеллект у того человека, или у ребёнка, или у взрослого, у которого умеет проживать разные эмоции, умеет их чувствовать, осознавать. Если ему плохо, и он злится, он выражает эту злость. Если ему страшно, он тоже проживает этот страх, он не прячется от него, он не бежит. Если ему обидно и грустно, он тоже грустит. И, конечно же, если радуется, то радуется сполна, так, чтобы прожить эту радость. И это такой простой тест, который показывает, насколько высокий уровень эмоционального интеллекта у ребёнка или у взрослого. Всё это так выглядит просто. На самом деле, вы же знаете, что многие из чувств, они находятся под запретом или под вытеснением. Или как это происходит? Что родители свои запреты передают детям. И, соответственно, те чувства, которые не проявляют родители, как правило, могут и не проявлять дети, считая их неправильными, плохими или какими-то неуместными. Так что вам, да, понятно, ставьте, пожалуйста, плюсики, реагируйте, насколько вам понятна и доступна информация. Если есть вопросы, так же пишите и задавайте. Мы тогда будем на них обращать внимание. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. То есть это как раз про бонусы. Сейчас такая важная глава. Зачем развивать свой эмоциональный интеллект? То есть казалось бы, что сейчас есть такая тенденция, когда люди стремятся эмоционально, интеллект свой развивать. Почему? Потому что появилось много тренингов, много терапевтических групп, обучающих программ. То есть эта тема стала уже более активной и популярной. Раньше все люди были более сосредоточены на развитии просто интеллекта, на том, чтобы больше знать, большими навыками обладать, больше изучать. И получилось такое поколение головастиков, когда все такие загружённые знаниями, интеллектуальными. И тело абсолютно не развито, потому что именно тело у нас контактирует с чувствами. Именно телом мы часто проживаем какие-то эмоции. И вот это поколение головастиков до сих пор ещё многие люди переживают. Это вот дисбаланс такой, что голова большая, а тело очень маленькое, потому что все в голове, все думают над тем, как развивать свой мозг. Но сейчас, слава богу, ситуация меняется, и люди начинают развивать свой эмоциональный интеллект. Так вот, зачем его развивать? Что мы видим? Посмотрите на слайд, что можно увидеть? Что у нас в жизни есть разные сферы. Есть сфера нашей телесности, есть сфера нашей деятельности, есть сфера нашего внутреннего мира, это наши потребности, желания, переживания. Есть сфера контактов, когда мы общаемся с близкими людьми, с друзьями, с родственниками. И так вот, эмоциональный интеллект влияет на все наши сферы жизни, и он проявляется также во всех сферах жизни. Что это означает? Это означает, что когда вы развиваете сфера тела, у вас включаются основные такие задачи, которые связаны с тем, что умение отключаться от ума во время отдыха. Что это означает? Что когда вы включаете свой ум, эмоциональный интеллект тоже начинает работать. Это связано с тем, что когда мы эмоциональную сферу развиваем активно, то ум отдыхает. Ум отдыхает, и в этот момент у нас есть контакт со своими чувствами, у нас есть контакт со своим телом, потому что все эмоции у нас живут в нашем теле. И, соответственно, если мы лучше осознаём свои чувства, свои переживания, то тогда и наш контакт с нашим телом тоже более прямой, или, можно сказать, более дружной, если такими словами. Тогда мы чувствуем, звук пропал. Так, Алла пишет, что пропал звук. Пожалуйста, сообщите, у кого ещё пропал звук. У Лилии есть звук? Алла, тогда, пожалуйста, проверьте свой компьютер, потому что у других участников есть звук. Да, благодарю. Двигаемся дальше. Итак, сфера тела включает в себя не только контакт с телом, а поскольку каждая эмоция у нас связана с определённой частью нашего тела, то мы все слышали много о такой науке, которая называется психосоматика. Что она означает? Что если у нас есть какие-то эмоциональные запреты или блоки, они, как правило, формируются в нашем теле и проявляются в нём? Ну, например, у человека появилось какое-то чувство, например, злости или раздражения. Появился импульс что-то сказать или сделать, и в этот момент он взял и себя остановил, потому что, например, либо это неприлично сейчас как-то там выразить эту злость, либо у человека есть запрет на это чувство, и тогда он говорит «стоять», то есть наши такой внутренние критики или наше суперэго, как говорит Фрейд, говорит «нет, нельзя сейчас выражать злость, поэтому молчи». И у человека пошёл импульс, но он себя остановил. На уровне тела это выглядит так, что мышца запустила своё движение, то есть был сигнал мозга, что нужно сделать какое-то движение. В этот момент наша программа, наш мозг его останавливает, потому что был сигнал другой в этот момент, то есть такой внутренний конфликт произошёл. И мышца что? Она не успела и сделать движение, потому что она только начала, и не успела сократиться, то есть она остановилась в таком срединном положении, и она не успела вернуться обратно. И это означает, что эта мышца зажалась, и это на уровне такой маленькой клеточки, я вам объяснила, а каждый же орган имеет в себе эту способность к движению, к тому, чтобы постоянно двигаться, к кровообращению. И если каждый орган подвержен какому-то влиянию наших эмоций, то, как правило, будет страдать самое слабое наше место в нашем теле. То есть у кого-то это может быть генетическая расположенность, у кого-то там в связи с образом жизни какой-то орган стал более слабый. И вот именно этот орган будет откликаться на какую-то непроявленную эмоцию. Потому что грубое тело – это наши мышцы, потом идёт фальца, потом будут уже такие нервные волокна, которые связаны с тем, что тоже это влияет на такие эмоциональные недопрожитые состояния эмоций. Поэтому психосоматика так и формируется, что мы много-много раз, например, делаем похожую историю, то есть начинаем выражать какое-то чувство, потом себя останавливаем. И сначала это небольшие такие изменения в теле, но поскольку мы повторяем этот паттерн поведения часто, то формируются такие вот блоки телесные, и, соответственно, на уровне психосоматики этот орган начинает страдать или какая-то часть тела. Двигаемся дальше. Если у нас хороший эмоциональный интеллект, значит, мы в контакте со своими потребностями, значит, мы, вот здесь есть такой пункт, больше наслаждения от естественных радостей жизни. Что это означает? Что тогда мы не ищем какой-то компенсации. То есть когда мы чувствуем себя, мы чувствуем свои эмоции, свои ощущения, мы в контакте со своими потребностями, нам не нужны какие-то псевдозаменители. То есть если мы устали, мы идём отдыхать. Если мы чувствуем, что у нас сейчас много энергии или радости, какого-то вдохновения, мы чувствуем, что нам сейчас хочется сделать вот это. Или мы, наоборот, чувствуем, что мы как-то много перегрузили голову и хорошо бы расслабиться и заняться каким-то творчеством. И тогда мы не ищем никаких компенсаций, псевдоудовольствий или заменителей, каких-то наслаждений или ещё чего-то. То есть мы ощущаем то, что нам нужно в этот момент. И мы чувствуем себя, и мы чувствуем, мы откликаемся, и мы это делаем из заботы о себе. Следующий пункт – умение поднимать свой физический КПД. КПД – это коэффициент полезного действия. Это тоже говорит о том, что мы чувствуем… То есть тренера нужны, но мы сами чувствуем своё тело, и мы понимаем, сколько нагрузки нам сейчас нужно, сколько нам нужно отдыха в плане тела. Потому что бывают люди травмируются от спорта или, наоборот, себя изнуряют и таким самым образом разрушают своё тело. Это всё из-за того, что они ориентированы на то, что кто им скажет, сколько нужно сделать. А если у человека хороший эмоциональный интеллект, хороший уровень, он чувствует своё тело, он понимает, сколько нагрузки ему нужно, он понимает, что сейчас лучше, наоборот, расслабиться, а сейчас поднапрячься. Поэтому это тоже влияет на сферу здоровья и на сферу тела. Следующая сфера у нас… Так, куда-то слайд уехал. Следующая сфера у нас – внутренний мир. Что мы здесь видим? Что человек, у которого хороший эмоциональный интеллект, достаточно высокий уровень, у него есть способность понимать себя, способность… Вот есть такое сейчас направление, когда люди чрезмерно прям в себе копаются, и это тоже такое застревание не совсем хорошее, потому что повышать уровень осознанности – это хорошо, но вот прям колупаться в себя из дня в день, какие-то одни и те же разбирать ситуации – это не совсем хорошо, потому что мы таким образом уходим от реальности, от жизни. Поэтому здорово осознавать какие-то моменты, но ещё давать себе возможность просто жить, а не постоянно разбираться, что же там происходит. Иногда достаточно просто жить и принимать жизнь такой, какая она есть. Способность слышать интуицию. То есть у человека, у которого хороший уровень эмоционального интеллекта, он слышит свою интуицию. Почему? Что такое интуиция? Интуиция – это определённый аспект нашего опыта. Можно даже сказать, что интуиция – это наш опыт, то есть интегрированный вот в какие-то инсайты такие. Когда мы в прошлом совершали какие-то действия, мы встречались с каким-то опытом. Наша психика, наше тело, мы запоминали то, что происходило. То есть когда мы делали действие А, оно приводило к действию Б. И, соответственно, у нас накапливался опыт в разных сферах жизни. И когда мы предполагаем, что вот произойдёт похожее событие, тогда у нас включается интуиция. Она бывает так очень быстро, первые буквально секунды, когда мы чувствуем, что нам нужно на самом деле сделать. И так вот, если мы слышим свою интуицию, то она нам даёт, как правило, верные подсказки. Не делай так. В прошлый раз как бы это обернулось не очень хорошо для тебя. И, соответственно, это возможно, когда мы развиваем свой эмоциональный интеллект, когда мы повышаем его уровень, тогда мы начинаем всё лучше и лучше себя слышать, понимать и слышать свою интуицию. И быть более осознанными. И также эта способность, конечно, оставаться более или менее сбалансированным в разного рода стрессовых каких-то ситуациях, когда жизнь преподносит какие-то абсолютно незапланированные ситуации, у нас есть возможность сохранять это спокойствие. Двигаемся дальше. Сфера деятельности. Как влияет эмоциональный интеллект на сферу деятельности? Итак, во-первых, то, что это касается бизнеса, если у нас есть внутренняя интуиция, то, соответственно, проявляется и в других сферах. Тогда мы в сфере какой-то своей самореализации тоже можем осознавать, какие нам лучше бизнес-решения принимать, на что нам стоит обратить внимание сейчас, стоит ли нам как-то более активно себя вести в этой сфере, либо наоборот занять пассивную позицию. Способность принимать эффективные решения. Это тоже как раз про возможность чувствовать, когда уместно какую-то, знаете, включить более такую сильную активность в работе, когда стоит переждать, когда стоит как-то на кого-то надавить или более строгую позицию проявить, а когда, может, стоит уступить. Это тоже про уровень эмоционального интеллекта. Умение понимать потребности партнёра, клиентов или персонала. Да, это то, что я рассказывала вначале. Когда мы понимаем свои потребности, эмоции, когда мы слышим себя, тогда нам легко понимать и других людей. Мы тогда конгруентны с тем, что происходит внутри нас, и у нас есть способность чувствовать другого человека, чувствовать, осознавать его мотивы, понимать его причинно-следственные связи, его проявления, видеть, что стоит за его какими-то психологическими защитами. Поэтому это ещё один бонус от того, что здорово бы развивать эмоциональный интеллект. Здесь немного повторяется информация про выгорание. Да, это тоже очень важно, потому что у нас, к сожалению, есть ещё такая особенность в нашей культуре. Я имею в виду, у нас есть участники из Москвы, я видела, из России. У нас есть такая способность в нашей культуре постсоветской много работать. И синдром профессионального выгорания очень часто присутствует, особенно у педагогов или у психологов, у тех сфер деятельности, у тех людей, чьи профессии связаны в работе с людьми, в частности. Потому что мы порой не слышим, когда нужно остановиться, когда нужно отдохнуть, и, соответственно, профессиональное выгорание у таких профессий, у таких людей наступает чаще. И, соответственно, наша осознанность, наш высокий уровень эмоционального интеллекта повышает способность к тому, чтобы предотвратить эти моменты профессионального выгорания. Да, Андрей, вы правы, действительно, у многодетных родителей он действительно тоже очень часто наступает, поэтому важно заботиться о себе, это правда. И просить помощи, если нужно, на самом деле это важно. Хорошо, сфера контакта – это способность меньше раздражаться, быть более продуктивным, особенно в каких-то горячих ситуациях, трудных ситуациях, потому что эмоция, она очень сильная, на самом деле чувства человека, они имеют огромную власть. Если вы знаете, что, например, кто-то там эмоционирует, ну вот, например, вы едете в общественном транспорте, кто-то рассердился, ругается, и вы уже можете чувствовать, как вы сами заводитесь, как вы уже начинаете тоже вскипать, хотя эта ситуация абсолютно может не иметь к вам отношения, но поскольку заряд у любого чувства достаточно сильный, и он имеет такую способность, чувство имеет способность, как заражать других, и вот вы видите, что вы тоже начинаете кипеть, хотя ситуация абсолютно вас не касалась. Поэтому высокий эмоциональный интеллект, он даёт способность занимать такую метапозицию, когда вы, это не ваши чувства, это не ваши мысли, это не ваши поступки, это что-то больше всего этого. То есть вы такой лидер, который в этом всём театре управляет этим. Но это то, что правда над этим нужно много работать, и это стоит того. Но это сложный достаточно процесс, потому что есть чувства, которыми легче управлять, которых легче проживать, осознавать, а есть чувства, которые сложнее проживаются. Итак, двигаемся дальше. Также сфера контакта – это способность конструктивно решать конфликты, то есть не на эмоциях, а делать абсолютно, включать какой-то разум, и подключать свою осознанность. И умение сохранить свою целостность в ситуациях эмоционального вампиризма – это про то, что бывает человека просто раскачивает на эмоции. Например, если у человека есть запрет на чувства вообще, то есть это какая-то травмированность, очень сильная такая, или такое нарциссическое расщепление личности, или абсолютная такая холодность, но это тоже ближе к патопсихологическим расстройствам. Соответственно, у человека есть желание, чтобы кто-то переживал чувства, тогда он как будто бы подпитывается от них. И вот у человека, у человека хороший уровень осознанности, он не будет вовлекаться в такие игры, либо будет чувствовать, что сейчас его разводят на эмоции, поэтому он будет держать свою целостность и будет сохранять свою осознанность в этой ситуации. Это мы рассмотрели сейчас такую под тему, зачем развивать свой эмоциональный интеллект, какая польза от того, что мы развиваем свой эмоциональный интеллект и повышаем его уровень. И сейчас мы двигаемся дальше. Пишите также свою обратную связь, насколько вам понятна тема, насколько вы понимаете то, о чем мы сейчас говорим. Пишите в чате, пожалуйста. Мы с вами двигаемся дальше. И мы двигаемся к тому, что сейчас мы рассмотрим вообще, как формируются все чувства. Но для этого мы сделаем практику. Сейчас вам нужно взять лист бумаги, ручку, и мы совершим такое исследование, эмпирическое это называется, эмпирическое исследование. Здесь нет абсолютно правильных или неправильных ответов. Сейчас ваша задача быть максимально просто открытыми той информацией, которая будет к вам приходить в процессе практики. Что сейчас нужно сделать? Сейчас вам нужно написать список чувств и эмоций, которые вы знаете. Абсолютно все чувства, которые вы вспомните, все эмоции, пожалуйста, запишите их списком. Пока я буду рассказывать, пишите все, что вы вспоминаете, потому что это важно. Это важно понять, с какими чувствами вы в контакте, какие чувства вы где-то забываете. То есть напишите, даже если вы не знаете, чувства это или эмоции, я тоже расскажу, чем отличается чувство и эмоции. Есть еще ощущения. Люди часто пишут ощущения, думая, что это чувства. На самом деле это телесное какое-то переживание. Поэтому пишите все, что сейчас вы думаете. Уже мы начинаем практику. Вы записываете все эмоции, которые вы вспоминаете. Все, что вы когда-либо переживали или слышали, или читали в учебниках, тоже, пожалуйста, записывайте. Что такое чувство и что такое эмоция? Чувство – это более длительное состояние. А эмоция – это такое краткосрочное переживание, или реакция на какую-то ситуацию или событие. Например, вы любите своего ребенка? Любите, но вы можете на него раздражаться, злиться. Вы можете за него беспокоиться, тревожиться, волноваться. Вы можете им восхищаться. То есть это такое состояние, когда оно возникает на какой-то определенной ситуации, либо в связи с какой-то реакцией на поведение другого человека. А чувство – это более стабильное состояние. Например, человек может много-много лет кого-то ненавидеть. Это будет чувство. Либо человек может долго-долго на кого-то обижаться, прям годами. Это тогда тоже будет чувство. А может быть и краткосрочная эмоция, обиды, когда он обиделся, он потом разобрался, осознал и простил себя или другого человека. Поэтому чувство – это больше про длительность, про временное переживание какого-то состояния. А эмоция – это короткая такая реакция на какую-либо ситуацию. Есть еще телесные ощущения, например, дрожь или пощипывание, или состояние какое-то, когда мы переживаем, жадность – это не чувство. Это больше про такое состояние человека. В жадности может быть чувство страха спрятано или чувство тревоги спрятано. Поэтому тоже, пожалуйста, пишите, насколько вы… Если у вас есть вопросы, вы не знаете это ощущение, чувство, эмоция, вы спрашиваете. Если вы не понимаете то, что относится к сфере чувств или к сфере эмоций, можно задавать эти вопросы в чате. Итак, я думаю, что вы уже основной список эмоций, переживания написали. И нам сейчас нужен слайд, на котором мы посмотрим, какие же существуют эмоции, чувства, и вы сможете проверить. А так, еще вперед нам нужно пролистать. Да. Итак, что мы видим? У нас есть с вами базовые чувства. Страх, гнев, печаль, радость. Это главные базовые чувства, которые у человека формируются. И есть вот такие вот эмоции, которые связаны с каждым чувством. То есть если взять на примере того, что есть главные цвета, красный, зеленый, синий, и есть от него походные, то есть как бы палитра цветов, оттенки это называется. И также у чувства есть базовое чувство, и есть оттенки его переживания. То есть базовое чувство, например, это страх. А его оттенок, это может быть волнение, беспокойство, боязнь, испуг, тревога, страх, паника, кошмар. И наоборот, есть базовое чувство, это чувство гнева. И его оттенки – это раздражение, недовольство, агрессия, бешенство или какие-то более крайние точки проявления. Интерес – это чувство, да, Оксан. Правда, интерес – это чувство. И есть, например, печаль и радость. То есть это те чувства, которые присутствуют в нашей жизни. Что теперь вам нужно сделать с этим списком? Во-первых, допишите. Если какие-то чувства вы не дописали в свой список, вы видите в слайде, какие чувства существуют. И теперь вам нужно выделить три, а может быть два главных чувства, которые вы переживаете очень часто. Эти состояния для вас наиболее знакомы. То есть это те чувства, с которыми вы встречаетесь каждый день, как с другом. Это будет отмечаться буковкой «Д». То есть это чувство, которое называется доминирующее. То есть вы знаете, что вы на протяжении дня испытываете тревогу, интерес, например, и раздражение. Чаще всего я имею в виду. То есть это те чувства, которые вы чаще всего переживаете. Поэтому отметьте их буковкой «Д». Их, как правило, немного – два или три чувства. Вот сейчас в своем списке выберите два или три чувства и отметьте их буковкой «Д». Те чувства, которые для вас наиболее знакомы, приемлемы. Те чувства, которые вы часто переживаете. Отметьте их буковкой «Д». Это те чувства, которые еще раз будут доминировать в вашей повседневной жизни. Теперь, следующее, вам нужно отметить буквой «З» запретные чувства. Что это означает? Это те чувства, которые находятся у вас под запретом. Это означает, что их найти сложнее, потому что они уже под запретом находятся. Конечно, их проявить сложнее осознать. Но как можно их поймать за хвост? По тому признаку, что когда вы это чувство испытываете, после него вы испытываете огромную вину. Вот этот будет индикатор того, что это чувство находится у вас под запретом. Например, вы рассердились, а после этого вы «Как же я могла?» «Я кричала на ребенка» или «Я кричала на мужа». Ай-яй-яй, значит, что-то со мной не так. Это я плохой поступок сделала. То есть вы, как правило, будете себя потом винить после того, как вы это чувство пережили. Это не означает, что это чувство плохое. Это лишь означает, что у вас на него сформирован запрет. Может быть, в детстве вам говорили, что злиться плохо, хорошие девочки не злятся. Или вам говорили, что мальчики не должны бояться, не должны быть смелыми, и поэтому у вас запрет на страх. Или вам говорили, что «Ай, как ты часто обижаешься», и у вас запрет на обиду. Поэтому буквой «З» отметьте одно или два чувства, которые у вас находятся под запретом. И вот основной секрет, что то чувство, которое у нас находится под запретом, как и то чувство, как и то чувство, которое у нас находится под доминированием, оно относится к тому, что мы передаём это в виде багажа своим детям. То есть мы передаём и наши запретные чувства, и мы передаём наши доминирующие чувства. То есть если у мамы, например, то, что я часто встречаю в терапии, если у мамы повышенный уровень тревожности, страхов, панические атаки, дети её будут тоже достаточно тревожны. Они будут воспринимать этот мир как небезопасный, потому что мама им это транслирует, что мир небезопасный, нужно постоянно беспокоиться, нужно переживать, волноваться. И, соответственно, у ребёнка формируется базовое чувство, доминирующее чувство, такое как тревога или страх. Либо наоборот, мама постоянно скандалит, или папа постоянно скандалит. И, соответственно, у ребёнка доминирующее чувство, будет агрессия, он будет со всеми выяснять отношения, он будет агрессивно себя вести. Бывает и по-другому, когда ребёнок носитель симптома, бывает и по-другому. Если у мамы стоит запрет на злость, то ребенок может быть достаточно агрессивным. То есть он как будто бы допроживает ее злость, которую она себе не позволяет выражать. То есть таким образом он спасает свою маму, выручает ее, потому что она не разрешает себе злиться. Поэтому он злится за нее или за папу злится, который постоянно молчит, например. Вот ребенку и приходится злиться, потому что папа-то молчит, не выражает свою злость. И ребенку приходится злиться за папу. Так, у Андрея вопрос, где любовь? Любовь – это состояние, которое включает в себя разные эмоции, разные переживания. Мы сейчас поговорим о том, как формируются у нас эти чувства, о том, какой этап они проходят. Сейчас вы смогли отметить, напишите, смогли ли найти запретные чувства, доминирующие в своем списке. Еще есть один пункт, который называется экзотические чувства. Их тоже можно отметить. Это те чувства, которые вы редко используете, испытываете. То есть, например, вам не свойственна эйфория, вы никогда ее не переживали. Или вам не свойственна какой-то, как здесь, ненависть или бешенство. Или вы никогда не переживали экстаз. То есть, это экзотические чувства, которые вы или переживали один-два раза в своей жизни, или абсолютно никогда не переживали. И они отмечаются буквой «э» – экзотические чувства. Вот у нас есть три позиции. Это запретные чувства, это доминирующие, и это экзотические чувства. И вот что делать с этой таблицей, вы можете об этом спросить. А делать вот что. Чтобы повысить свой уровень эмоционального интеллекта, наша задача. Наша задача простая – снимать запрет запретных чувств. И, соответственно, когда мы снимаем запрет с этих чувств, наш эмоциональный интеллект начинает повышаться. Потому что мы позволяем себе переживать разные эмоции. Мы позволяем себе быть более живыми. Мы позволяем себе чувствовать всю палитру разных состояний. И мы даём возможность, вот как я в начале вебинара рассказывала, быть себе такой пропускной системой, транзитом такой, через которую приходят разные состояния и уходят. Они не задерживаются, они не запрещаются, они не блокируются. Мы не входим в эти состояния на неделе, потому что залипаем в каких-то эмоциях. Мы являемся таким пропускным каналом, потому что по факту нам ничего не принадлежит. То есть мы можем что-то прожить, как-то это осознать для себя и двигаться дальше в это состояние пустоты. Потому что есть такая волна, которая показывает, как внутри нас развиваются эмоции. Сейчас расскажу, как это происходит. Смотрите, будет видно. Вот здесь есть листик, я нарисую. То есть вот есть точка. Это точка, в которой начинает зарождаться какая-то эмоция. Например, вы радуетесь. Вот эта радость растёт, растёт, растёт и достигает своего пика. Видите вторую точку? Это пик. То есть это, когда вы уже эту радость выражаете на полную. Вы смеётесь, хохотите, делитесь этой радостью с другим человеком, прыгаете от восторга, я не знаю, громко кричите. И что происходит? Вот этот момент вы выражаете эту радость. И когда вы её выразили, что происходит дальше? Идёт вот такой спад волны, видно? Спад волны, да? То есть вы выразили эту радость, и она утихает постепенно. Когда она утихла, ну, например, наступает какое-то спокойствие. И снова такая ровная полосочка. То есть это говорит о том, что наши эмоции – это вот как волны такие, да? То есть точка начала переживания. Пик – это когда мы максимально выражаем это чувство. И потом идёт спад, если мы выразили. Но если мы застряли где-то на серединном пути, это будет какой-то эмоциональный блок или запрет. И, соответственно, у нас будет вот какое-то такое неудовлетворение внутри, ощущение, что что-то не так, да? Что-то меня там беспокоит, тревожит. А это связано с тем, что мы не дали возможность себе эти чувства прожить, выразить их, осознать их, да? То есть не дали себе возможность их прожить до конца. Итак, хорошо, понятно пока что. Двигаемся дальше. У нас есть базовые чувства, у нас есть запретные чувства, у нас есть экзотические чувства и доминирующие. То есть это те чувства, которые мы проживаем часто. И какой вывод мы сделали? Напомню, что снимая запрет с запретных чувств, мы повышаем свой уровень эмоционального интеллекта. Мы становимся более осознаннее, мы переходим на более качественный уровень. И, соответственно, мы помогаем своим детям, потому что тогда мы даем возможность эмоциям становиться более открытыми, проявленными, как у себя, так и у наших детей. Итак, нам сейчас нужно вернуться немножко... Нет, нам нужно двигаться вперёд. Да, мы двигаемся дальше. После этой таблички у нас есть с вами... Мы рассмотрим, как родители могут помочь формировать эмоциональный интеллект ребёнку. То есть как это можно повлиять на то, чтобы наш уровень ещё дальше эмоционального интеллекта рос и рос уровень эмоционального интеллекта нашего ребёнка или у ребёнка, детей, с которыми вы работаете. Да, что может помогать развитию эмоционального интеллекта? Во-первых, если родитель повышает уровень эмоционального интеллекта, соответственно, и у ребёнка он растёт. Уровень эмоционального интеллекта зависит от двух факторов. Первый – это от уровня эмоционального интеллекта родителей очень сильно. И второй – это от развития эмоционально-волевой сферы от 3 до 7 лет. Почему? Потому что закладка, фундамент эмоционально-волевой сферы происходит в возрасте от 3 до 7 лет. Что это означает? Что сначала наши эмоции и чувства, они находятся в зоне телесности. То есть ребёнок, который злится в 2-3 годика, он будет краснеть, покрываться пятнами. Его тело будет всячески показывать, что происходит внутри с ним. И, соответственно, уровень психосоматики у таких деток очень сильный в таком возрасте. То есть если у ребёнка злость и раздражение, то тело сразу это проявит. У него могут быть какие-то высыпания, у него могут быть какие-то проблемы с кожей. Если ребёнок сдерживает свои эмоции или подавляет, у него могут быть запоры, или наоборот какая-то диарея, расстройство, энурез. То есть это всё тело очень, как зеркало, как лакмус, сразу реагирует на какие-то эмоции ребёнка. И это период, когда эмоции очень телесные. Они ещё находятся в такой фазе развития. То есть почему ребёнок не может в этом возрасте их контролировать? Потому что у него не сформированы ещё зоны мозга, которые отвечают за контроль и за самоконтроль. Поэтому родителям чаще всего очень сложно в этот период, потому что детки как будто бы неуправляемы, особенно в кризисе трёх лет, особенно в период социальной какой-то адаптации к садику, к начальной школе. Потому что ещё ребёнку очень сложно контактировать и управлять. То есть пульт управления у него ещё, можно сказать, не находится в руках. Чаще такие эмоции управляют детками. И, соответственно, тут надо много родительского терпения, много таких помощников в виде игр, в виде арт-терапии, которые я сейчас расскажу, чтобы помогать ребёнку дружить со своими чувствами. И, соответственно, когда эти чувства ещё очень телесные, то часто, почему ребёнок часто болеет? Потому что тело сразу реагирует на какие-то ограничения в чувствах, либо наоборот, чрезмерную эмоциональность мамы или папы. И, соответственно, ребёнок тоже этому начинает обучаться и копировать такую чрезмерную эмоциональность. Ближе к 5-6 годам, если родители занимаются развитием эмоционального интеллекта, то у ребёнка ближе к этому возрасту эмоции обретают такую способность, они называются интеллектуализация. То есть происходит процесс интеллектуализации эмоций. То есть ребёнок уже может сказать, что он чувствует. Не только проживать, не только реагировать, не только быть этой эмоцией, а он может уже отделить себя и эмоцию. Он может сказать, я злюсь, или мне страшно, или мне очень радостно, или меня обидели. То есть это уже период, когда ребёнок осознаёт и отделяет свои чувства от себя. Но это в идеале. Бывает по-разному, конечно, когда есть какие-то задержки эмоционального развития. И тогда эти чувства интеллектуализируются, и дальше они начинают развиваться достаточно активно. Что способствует развитию эмоционального интеллекта? Когда мы, прежде всего, в возрасте с трёх до шести лет максимально задействуем тело. То есть мы можем играть в социальные какие-то ролевые игры, задействуя игрушки, задействуя каких-то персонажей. Придавая им какие-то роли, какие-то состояния эмоциональные. В этом возрасте очень хорошо работают сказки. Потому что, во-первых, это эмоционально-волевое воспитание, а во-вторых, морально-этическое. Поэтому сказки вообще – это золотой кладезь развития ребёнка. Особенно сказка, терапия или какие-то очень глубокие соответствующие возрасту сказки, герои. Потому что ребёнок, он находится в периоде активного развития воображения, фантазии. У него срабатывает метод проекции, он идентифицирует себя с персонажем, с героем. Поэтому чувствует себя этим персонажем, он учится у него, этого персонажа. Он примеряет на себя его поступки. И на этом построена сказка, терапия, что мы можем благодаря такому волшебному инструменту повлиять на развитие ребёнка, на его воспитание. Потому что ребёнок не будет в этом возрасте слушать лекции, моральные какие-то назидания. Он просто будет выключаться. Это не его язык, он не будет реагировать на это. До него не достучаться. А вот благодаря сказке, благодаря образам, метафорам, героям мы сможем достучаться к бессознательному ребёнку, к его эмоциональной сфере. Поэтому сказка очень хорошо помогает в развитии эмоционального интеллекта. Когда колыбельные поют, это вообще отдельная медитация для малышей. Если детки перевозбуждаются или в каких-то слишком эмоциях пребывают. Колыбельные уже доказаны наукой, что очень сильно влияет на мозг, и он успокаивается. Поэтому колыбельные сказки, поэтому вся любого рода арт-терапия, любого рода творчества. Когда вы можете с ребёнком лепить разные чувства. Можно слепить героя, который боится постоянно. Можно слепить трусишку зайчика. Можно слепить какого-то инструмент, который поможет преодолеть страх. Можно склеить, можно его нарисовать. Множество есть таких даже уже сейчас разукрашек с разными эмоциями, с разными настроениями, которым можно придавать имена этим героям. Поэтому множество инструментов сейчас есть, особенно для дошкольников. Придумывают разные карточки. Издательство «Речь», «Генезис», российское издательство. Очень много подручных материалов. И поскольку детки живут в материальной мире, для них полезно. Им нужен какой-то посредник между взрослым и ним. Это может быть посредник сказка, это может быть посредник какая-то карточка, это может быть герой, это может быть то, что вы смастерили своими руками, это может быть песочница, в которой вы строите свой волшебный мир, наполненный разными эмоциями. Поэтому это всё сейчас в большом доступе. Просто важно этому обучаться. Важно чувствовать, что бывает так, что нам одним детям заходят какие-то одни инструменты, например, сказка, а другим детям помогает, например, что-то с творчеством, лепка, рисование красками или руками. Поэтому исследуйте, изучайте, какой инструмент наиболее подходит той группе детей, с которой вы работаете или со своим ребёнком. Также очень хорошо, двигаемся дальше, у нас следующий слайд, очень хорошо работают разного рода телесные игры. Это может быть какие-то превращения, театральные игры, когда вы превращаетесь, например, в каких-то сердитых львов, которые вышли на охоту, или вы превращаетесь в смелых рыцарей, которые ничего не боятся, и проигрываете целый спектакль. И, соответственно, как это влияет? Ребёнок получает новый опыт через эту игру. Его мозг получает новый опыт, что теперь он смелый, он преодолел что-то. Раньше он боялся, а теперь он преодолел. И в его психике закрепляется опыт, что он может быть смелым. И когда он выходит в садик, там, где его обижают, или на площадку, он вспоминает этого смелого рыцаря, который мог дать сдачу, который мог постоять за себя. И, соответственно, уже с кем-то он проигрывает этого рыцаря, потому что в нём появился новый опыт, когда он может себя защитить и быть смелым, а не только бояться. Поэтому разного рода телесные игры повышают уровень эмоционального интеллекта. Разного рода театральные такие сценки, или, может быть, проигрывание каких-то историй. Либо вы можете рассказать эту сказку, а потом вы сможете её проиграть. Это тоже очень хорошо работает. Если нужны какие-то игры, связанные с высвобождением эмоций, их тоже очень много. Это могут быть бои на подушках, на таких мягких мячах. Это могут быть какие-то боксёрские груши, когда нужно высвободить зажатые эмоции. Любого рода ищите сейчас это в доступе, ещё раз повторюсь. С более старшими детьми это могут быть какие-то притчи, истории. Для подростков существует много тренингов. Тренингов личностного роста, эмоционального интеллекта, потому что с подростками нужно разговаривать, нужно выяснять, нужно давать какие-то практические упражнения, чтобы они получали свой собственный опыт. Ну и, соответственно, период юношества, зрелости – это уже период, когда можно работать конкретно уже в более психотерапическом подходе, если есть какие-то проблемы в эмоционально-волевой сфере. Так что это, если коротко, о том, как ещё можно развивать эмоциональный интеллект у ребёнка. И также можно работать с родителями, которые продолжают транслировать запреты на какие-то переживания своим поведением, неосознанно, конечно же. Можно помогать им, либо тоже направлять их, например, на личную терапию, потому что это то, что прорабатывается в процессе психотерапии. И эмоциональный интеллект, ещё раз напомню, что он гибкий, он продолжает развиваться всю нашу жизнь, поэтому этому стоит уделять внимание, и стоит обратить внимание на то, что это возможно. И это очень важно, потому что это влияет на качество нашей жизни. Да, вот вы видите, что есть ещё телесные игры, про которые я рассказала, есть разные пособия, которые стоит включать. Очень хорошо, когда есть какие-то группы, если вы преподаватель, очень хорошо эмоциональный интеллект делать такие задания, занятия и проводить их в группах. Это ещё более, может быть, эффективно. Если есть какие-то травмы, то можно прорабатывать в индивидуальном формате, а если есть какие-то групповые занятия, это тоже повышает возможности и ресурсы для развития эмоционального интеллекта. И мы подходим к с вами такому теоретическому и практическому завершению. Про карты я ещё сказала, и вот ещё много есть мультиков сейчас и фильмов, которые можно смотреть. И, соответственно, в конце у нас будет книга про классика, по которой, в принципе, написано уже очень много книг. Написано очень много книг, но основа – это книга, которая называется «Эмоциональный интеллект» или «Эмоциональный интеллект ребенка». Это вторая книга. Её можно давать читать родителям. Её написал, если Дэниел Гоулман, вы видите, это эмоциональный интеллект классическая, есть эмоциональный интеллект ребенка. Поэтому это те книги, на которые можно опираться, можно изучать их, потому что там очень много примеров, ситуаций, которые разбираются, с которыми часто приходят родители или сталкиваются родители, или психологи в своей работе. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой книгой, изучите её. Так, у нас есть вопрос от Аллы. Может это носить ситуативный характер? Алла, что именно? Уточните, пожалуйста. Так, Алла, уточните, пожалуйста, свой вопрос. Что может носить ситуативный характер? Непонятен вопрос, поэтому уточните, пожалуйста. Запись будет, да, Татьяна? Видимо, у вас какие-то технические неполадки сейчас со звуком. Вот. Диана, да, благодарю. Рада тебя слышать. Здорово, что есть знакомые. Здорово, что есть знакомые люди. Хорошо, не вижу вопросов. Так. Если да, если есть у вас какие-то вопросы, потому что мы подходим к завершениям. Если ещё у вас какие-то вопросы по… На данный момент у меня идёт подготовка к экзаменам, поэтому преобладает тревожность. Ну, а это естественно, да, потому что вы волнуетесь. Это ваше естественное состояние. Просто есть методы саморегуляции, которые нужно искать. У каждого они свои. Может быть, вам будет помогать какая-то медитация, да, либо опять-таки, когда вы, может быть, с кем-то поделитесь, да, за что вы больше всего переживаете. Либо вы для себя осознаете, какой у вас самый большой страх, да, почему вы так тревожитесь. Вот. Потому что за каждым чувством стоит определённая потребность, неудовлетворённая. Потом можно подумать, поисследовать, либо поизучать ещё информацию, либо подумать, что вам помогает успокаиваться, да. Может быть, когда прогулки пешие, может быть, медитации, может быть, когда вы спортом занимаетесь, может быть, когда вы делитесь с друзьями, или с подругой, или с родителями своим состоянием. Поэтому ищите то, что помогает вам, да, то, что повышает уровень саморегуляции. О саморегуляции я буду рассказывать ещё завтра на вебинаре по детской агрессивности. Поэтому там мы более подробно рассмотрим эту тему. Вы можете завтра присоединиться и поучаствовать в этом вебинаре. Оксана, благодарю вас за ваше участие. Также это вебинар, который даёт возможность исследовать то, где ваше внимание в сфере эмоционального интеллекта ещё не совсем, можно сказать, расширено. То есть мы сегодня рассмотрели такие опорные моменты, их много, то есть в эту тему можно углубляться и углубляться. И мы будем в неё углубляться на нашем обучающем курсе, который называется «Обучающий курс по детской и семейной психологии». Он уже стартует с 12 ноября. Он будет длиться на протяжении 7 модулей. Для меня это впервые такой опыт. Я несколько лет разрабатывала эту программу о том, как перевести её в онлайн-формат для того, чтобы она была эффективной и практической. И спустя вот несколько лет такого оффлайн-режима, когда я три года преподаю эту программу, я поняла, как её перевести в онлайн-формат, так, чтобы она была такой же эффективной и успешной, как она является сейчас в работе, в процессе контакта с людьми. Поэтому я вас приглашаю на такую очень эффективную программу. Это точно, потому что я постоянно получаю отзывы от своих студентов, как меняется их жизнь, как меняется лучшую сторону их общения с детьми, если это родители, если это педагоги и психологи, как они повышают свой профессиональный уровень. Поэтому приглашаю. Эта программа состоит из 7 модулей. Каждый модуль имеет свою тему. Каждая тема будет включать как теоретические знания, так и практические практики. Как вы увидели на сегодняшнем вебинаре, у нас будут практики. И этот курс, он является эффективным и развивающим для разных сфер. То есть для сферы, если вы психолог, если вы педагог, если вы родитель, он также для вас будет очень полезен. И еще бонус этого курса, что происходит очень хороший, побочный такой эффект, это хороший, сильный личностный рост. Потому что благодаря тому, что мы каждую практику будем на себе исследовать и проживать, вы сможете увидеть, как это работает, как это действовать, и работать с собой, проживать и расти личностно, повышать не только свой профессиональный уровень, а и свой личностный компетенции. Также вы видите, что здесь у нас есть программа онлайн-курса, вы можете изучить. Это уже у нас есть первый модуль, который начинается 12 ноября. Первый модуль посвящен возрастной психологии, тому, как растет ребенок, как развиваются, какие есть особенности, какие кризисы он проходит, и как родителям или психологам помогать ребенку или родителям проживать разные кризисы. Также мы еще более глубоко погрузимся здесь в сферу эмоционального интеллекта. Я расскажу вам о том, как формируются базовые чувства, что способствует. Мы с вами поговорим о том, что такое пренатальные матрицы, как мама во время беременности может помочь уже закладывать основы хорошего эмоционального интеллекта. Также вы сможете рассмотреть все темы беременности, развития, социализации, адаптации ребенка. Это на первом модуле. Второй модуль у нас посвящен другой теме, которая также очень важна. Второй модуль связан с темами семьи, с ее влиянием на жизнь и развитие ребенка. Также как влияет порядок рождения, на судьбу, характер ребенка, какой вы по счету ребенок, средний, младший или старший, как это отразится на вашей личности. И, соответственно, что такое иерархия в семье, правила, зачем нужны обязанности, как влияют какие отношения между партнерами или супругами в семье на формирование успешной личности. Это очень полезный курс, поэтому я всячески приглашаю вас участвовать в нем. И сейчас Катя, она подключится, это организатор этой программы, и она сможет рассказать уже разного рода о приятных скидках, бонусах этой программы. Она сможет рассказать вам о разных пакетах и о том, какие будут организационные структуры этого курса, что вы получите, какие знания, может быть, какие у нас будут процессы проходить в группе. Об этом расскажет Катя. А я вас благодарю за сегодняшний эфир. Он у нас получился достаточно продуктивным, интересным. И приглашаю вас завтра на вебинар, который посвящен детской агрессивности. Всего хорошего. Оксана, спасибо вам огромное. Благодарим Оксану за вебинар. Было очень интересно, познавательно. И кому интересно дальше пройти обучение, вы можете оставаться в чате. Я расскажу подробности, кто хочет получить видеозапись данного вебинара, кто хочет участвовать завтра, и также, кто хочет дальше пройти курс вебинаров по детско-семейной психотерапии, то есть у нас предложение очень хорошее. Три пакета со скидкой 50%, то есть за 7 модулей, по 2 вебинара каждый модуль. Это 14 вебинаров по 2,5 часа, 35 часов будет курс. Длится раз в неделю, проходить будет занятие. До конца февраля, да, и среди недели будут домашние задания, которые вы сможете делать со своими детками или с детьми, с которыми вы работаете во время недели, да, до следующего занятия, то вы можете, конечно, принять участие с хорошими условиями. И есть пакет А, пакет Б, пакет С. То есть сейчас стоимость вы видите, перечеркнута та, которая реальная будет стоить после 8 ноября. И сейчас есть такая акция, потому что Оксана данную программу проводила много раз, но в онлайне вот мы сотрудничаем впервые с большим удовольствием, поэтому адаптирована программа полностью под онлайн-формат, практики, техники, теория. Все будет. И также раздаточные материалы, видеозаписи, вебинары. Вы можете посмотреть и даже взять курс в рассрочку. То есть двумя-тремя платежами до 8 ноября, точнее, до 12 ноября, да, оплатить любой пакет, который вы выберете. В первый пакет у нас будет входить это участие в онлайн-курсе и добавление в группу с практиками, да. В Facebook у нас будет закрытая группа. Ссылку на программу вы видите сейчас в чате. Можете переходить, да, тоже посмотреть подробнее. И первый пакет, а вот такая стоимость вы видите на слайде. Второй пакет, там будет еще видеозапись онлайн-курса. Если вдруг вы пропустили занятие или немножко опоздали, то вы сможете всегда посмотреть видеозапись, которая у вас сохранится, и вы сможете в удобное, свободное для вас время посмотреть, пересмотреть, вспомнить, да, и пользоваться этими знаниями. Также у вас будут все материалы онлайн-курса. И третий пакет вы можете разделить со своим другом или со знакомым, или с коллегой. И там будет помимо видеозаписи, материалов, практик и участия еще одна консультация с Оксаной Олейник личная, да, во время курса или после курса вы можете воспользоваться в течение месяца вместе с своим другом, да, со вторым участником. Поэтому если будут у вас вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Если вы хотите получить видеозапись, то можете либо у меня на страничке, либо у Оксаны Олейник на страничке добавить тоже в друзья. Вы можете перейти, я вам ссылочку дала на Facebook-страницу, перейти на наши странички и написать обратную связь или поставить плюсик, чтобы получить запись этого вебинара. Также завтра мы встречаемся с вами в 10 утра, про детскую агрессивность будет, да, и мы вам пришлем завтра запись первого занятия и потом будет занятие второго у нас также вебинара. Единственное, что нужно, немножко времени, чтобы запись сформировалась, да, то есть мы не сегодня пришлем. Если есть вопросы, задавайте тоже на Facebook, пишите личные сообщения, мы всегда отвечаем, будем рады знакомству, общению. И если вам интересно продолжать обучение по всем темам, по всем модулям, огромная программа, вы можете посмотреть тоже по ссылке и ее для себя вычитать. Что вам интересно, там все интересно на самом деле, то, конечно, участвовать и включаться в нашу группу закрытую. Хорошо, если будут вопросы, пишите, контакты мы оставили, запись будет, программа тоже есть в чате. Будем рады завтра вашему участию утром на вебинаре «Детская агрессивность» и также ждем вас на курсе в ноябре. Всем хорошего вечера, спасибо огромное за участие, всего доброго, до скорых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...